Танкист. С 16 марта в World of Tanks стартует третий сезон ранговых боёв. Этот режим столкнёт между собой самых сильных, хитрых и умелых игроков в битве за Высшую Лигу. Помимо обычных наград за сезон в виде бонов, оборудования, стилей, дней премиум аккаунта, серебра и не только, лучшие из лучших по итогам всех трёх сезонов получат уникальный акционный средненемецкий танк Камп Панцер 50Т. Только посмотрите на эти линии. А какая у него сетка? Семь катков. И он даже не квадратный. Ну, почти. Самое время понять, что из себя представляет эта немецкая вундервафля, как на ней играть и стоит ли за неё бороться. Итак, по порядку. Танк у нас средний, а значит, должно быть и мобильный. В целом всё так, но, как говорится, есть один нюанс. Максимальная скорость у Камп Панцера по паспорту 60 км в час, но набирает он их крайне долго. Так что фактически средняя скорость колеблется на уровне 50 км в час. Да и поворачивается Камп Панцер немного вальяжно. Только посмотрите на это. Да что этот немец себе позволяет? А позволить он себе может всё то же самое, что и любой средний танк девятого уровня. Машина без проблем переезжает с позиции на позицию, меняет фланг и не отпускает отступающего противника. Но не стоит забывать, что погоня может начаться и за вами. На Камп Панцере нужно продумывать свои действия наперёд и думать, куда можно ехать, а откуда, есть риск уже не вернуться. Когда на хвосте висят ЛТ или быстрые средние танки, а пути отхода перекрывают ПТ, остаётся только… Да ничего уже не остаётся. Только груда металлолома. Но если так получилось, что вас в угол загнал не шибко умный враг, то нужно играть от брони. Ну и прямых рук, конечно же. Так, о чём это я? Броня. Моё почтение. Корпус у Камп Панцера просто хэви-металл. ВЛД 120 мм, которая находится под наклоном в 66 градусов. Это даёт суммарно 295 мм приведённой брони. И это на среднем танке девятого уровня. Дальше — лучшее. Точнее, башня. В среднем у неё во лбу находится по 200 мм тевтонской стали. Иногда даже 250. И башня эта обтекаемая, что даёт просто какие-то запредельные цифры приведённой брони. Ни один одноклассник среди средних танков не может похвастаться такой бронёй. Даже не у всех тяжёлых танков есть такие миллиметры. Из этого следует, что Камп Панцер отлично танкует случайные снаряды в лоб корпуса. И не только. Иногда эта броня может стать настоящим спасением в, казалось бы, безвыходной ситуации. В общем, танковать можно и нужно. Главное — не наглеть. Ведь не всё так гладко, как хотелось бы. В НЛД, например, всего 154 мм уже приведённой брони. Что как-то маловато, да и борта тоже миллиметрами не блещут. Их там всего 70. И да, в уже приведённом состоянии. Так что танковать ромбом нужно будет аккуратно. Главное — не оголять уязвимый борт слишком сильно. Иногда нужно даже пританцовывать, проворачивая корпус то вправо, то влево. Это ещё больше увеличит шанс рикошета вражеского снаряда. А также это может благоприятно сказаться на броне в НЛД, если оно не спрятано, конечно. С крышей — беда. Но тут уже как повезёт. Если вдруг засиделся в кустах, не удивляйся фугасу справедливости. Основу машины мы разобрали. Далее на очереди орудия. На Камф Панцер установлена почти классическая и привычная всем 105-мм. Ей не страшна броня, дистанция и рельефы. Она в моде при любой погоде и всегда наносит урон. Который, кстати, составляет 320 единиц за выстрел под калиберным и кумулятивным снарядом. А также 420 — фугасным. На самом деле это типичный показатель для средних танков девятого уровня. Здесь ничего удивительного. Например, у Т-54 или Объекта 430 вариант 2 в обмен на такой разовый урон есть хороший урон в минуту. А у Шкоды Т-50 — барабан. Здесь же ни того, ни другого. 2384 базового урона в минуту — это чуть меньше, чем у остальных средних танков девятого уровня. Бронепробитие — отличное. Базовый подкалибер пробивает аж 268 мм стали. А кумулятивы — и вовсе 310. Впечатляет, правда? Не все танки десятого уровня могут таким похвастаться, не говоря уже про одноклассников. В общем, крепких орешков для Камппанцера не существует. Но это не повод думать, что пробиваться будет всё и всегда. И не повод наглеять. Играть нужно аккуратно и от рельефа. Благо орудие склоняется вниз на целых минус 8 градусов. Главное помнить, что это не минус 10. На самом крутом рельефе, увы, не поиграть. Но не у ВНами с пробитием едины. Стабилизация тоже хороша. Она позволяет вообще не сводиться вблизи. Однако на дистанции всё же придётся потратить почти 2 секунды на сведение. И... поразить цель. Маленький разброс и высокая скорость полёта снаряда позволяют попадать как в крайне быстрые цели, так и в лючки особо хитрых противников. В общем, пушка очень даже хороша. Главное — использовать её правильно, а не стоять в кустах всё время. Кстати, о кустах и маскировке. Только посмотрите на одежду Камф Панцера. Думаете, это просто для красоты? Как бы не так. Практичные немцы не повесили бы маскировочную сеть только ради маскировочной сети. Она тут как бы невзначай намекает на маскировку. Вторую на уровне, между прочим. Из всех средних танков девятого уровня незаметней только объект 430. Так что, если вы получили много урона и хотите сберечь очки прочности для решающей схватки, можно и в кусту постоять. Главное — отъехать на 15 метров. Обзор в 400 метров позволит легко высветить и уничтожить врага, если он ошивается где-то поблизости. И прячьте за кустом весь танк. Выгляните хоть одной габаритной точкой — и всё. Штирлиц близок к провалу. Но и это не всё. Все характеристики танка можно улучшить оборудованием и перками к экипажу. Ставим досылатель, просветлённую оптику и стабилизатор вертикальной наводки. Про перки к экипажу долго говорить не будем, они перед вами. На выходе получаем обзор более 445 метров. Все излишки уйдут в уменьшение бонуса к маскировке вражеских танков, а также уже более-менее нормальный урон в минуту. 2700 куда лучше, чем 2380. Играть со всем этим станет ещё комфортней. В самых умелых руках Камф Панцер и вовсе будет самым настоящим потрошителем рандома. Резюмируя всю имеющуюся информацию, мы имеем эталонного универсального солдата, который будет чувствовать себя комфортно в любых условиях. От узких улочек Химмельсдорфа до широких полей Рыбацкой бухты и Малиновки. Главным козырем танка является броня. Ей нужно пользоваться по максимуму. Но и не забывать, что вы средний танк и призваны помогать своим союзникам в трудные минуты. Старайтесь использовать рельеф и не забывайте менять позиции. Арта не спит, арта сводится. Твоя награда ждёт тебя, танкист! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok